Экстренный вызов. В студии работает Мария Никитина. Здравствуйте. Смотрите сегодня. Весеннее обострение. Сразу несколько новосибирцев были замечены за беспорядочной стрельбой в общественных местах. Вердикт так и не вынесли. Присяжные заседатели сорвали процесс по делу об убийстве подростка в кемпинге у моря Обскова. Криминальная гастроль. Калининский суд отправил беглых зэков-рецидивистов на строгий режим. Был вооружен и опасен в отношении жителя поселка Светлый Машковского района Новосибирской области. Следком возбудил уголовное дело по статье покушения на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Накануне местные жители пожаловались на неадекватного соседа, который средь бела дня бегал по району с ружьем и угрожал всех расстрелять. Испуганные люди сразу позвонили в полицию. К тому времени злоумышленник забаррикадировался у себя в квартире, а когда наряд ППС попытался пройти в жилище, все-таки открыл огонь. Благо палил неприцельно и пули никого не задели, пострадавших нет. Стрелка уговорили сдаться, а сразу после припроводили в ближайший отдел. В ситуации теперь разбирается СК. Благодаря грамотному и слаженному взаимодействию сотрудников правоохранительных органов подозреваемый задержан. В настоящее время следователи СК проводят необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств нападения на сотрудников полиции. Готовится ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения. Еще одного стрелка задержали сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии. Вызов поступил из Кировского района Новосибирска. Испуганные жители частного сектора Анани Мировича-Данченко сообщили, что по улице разгуливает вооруженный человек. Были слышны выстрелы. Гражданин был задержан, однако на вопрос о том, в чем причина его действий и где находится оружие, в Мятной ничего пояснить не смог. При осмотре прилегающей территории возле двух соседних домов сотрудники вневедомственной охраны обнаружили три стрелянные оружейные гильзы. 52-летний стрелок был пьян. Росгвардейцы передали задержанного прибывшему наряду ППС. А следственно-оперативная группа полиции сначала изъяла гильзы, а после в сугробе обнаружила и само ружье. Проверка уже показала, что оно не числится на учете в подразделениях лицензионно-разрешительной работы. А паливший из него мужчина владельцем оружия не является. Возбуждено уголовное дело. В советском районном суде Новосибирска сегодня должны были огласить вердикт по делу об убийстве 16-летнего подростка в парке у моря Обскова. В кровавой расправе над Дмитрием Абрамовым случившееся летом 2018-го обвинили бывшего охранника кемпинга Ивана Прудникова. По версии следствия, фигурант четыре раза ударил школьника острым предметом в шею, отомстив за то, что отдыхающий сфотографировал на телефон его интимное свидание с девушкой на пляже. С выводами следствия, подсудимый категорически не согласился и попытался убедить в своей невиновности народных заседателей. Разбирательство уже вышло на финишную прямую, но на решающее заседание некоторые из присяжных не явились. Так что теперь участникам процесса придется отбирать новую коллегию. А вот двое зэков, самовольно покинувших колонию поселения почти два года назад, сегодня, наконец, выслушали приговор. Пока уголовники были в бегах, они совершили немало других криминальных подвигов. Так что к рассмотрению дела по 313 статье УК стороны смогли приступить далеко не сразу. Виталий Козлов и Александр Горлов пустились в бега в июле 21-го. Товарищи незаметно покинули охраняемый периметр и на перекладных отправились в северо-западном направлении. Доехать успели до Тюмени. В Тюменской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками ГУФСИН России по Новосибирской области во взаимодействии с сотрудниками полиции Новосибирской и Тюменской области задержаны осужденные Козлов и Горлов, самовольно покинувшие участок колонии поселения при ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по Новосибирской области. Скрывались беглецы два месяца, ночевали на чужих дачах, в сараях и банях. Там же, чтобы не вызывать подозрений, они приоделись. Уже после того, как осужденных поймали, жители Барабинска с удивлением заметили на одном из них свою пропавшую одежду. ГУРОВ и Козлов, отбывая наказание в местах лишения свободы, а именно в колонии поселения ИК-8 УФСИН России по Новосибирской области, находясь на участке местности указанного поселения, совершили побег из мест лишения свободы. В последующем, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, местонахождение последнее было установлено, и в отношении последних было избрано мера посещения и заключения подстрашивания. В июне прошлого года в Барабинске подельников осудили за угон. В декабре в Куйбышеве их признали виновными сразу по пяти эпизодам краж. В поисках еды злоумышленники проникали в чужие дома и уносили все, что не приколочено. Консервы, лапшу быстрого приготовления, одежду, обувь. Кроме того, подельники похитили у селян мопед, велосипед, мотоцикл, хондо ЦРВ и даже старенький Ишкомби. А почему решились на побег? Сожалеете о содеянном, что вам добавили срок? С учетом их предыдущих криминальных заслуг за побег обоих путешественников приговорили к реальному лишению свободы. Александр Горлов проведет в колонии строгого режима пять лет и четыре месяца. Виталий Козлов на месяц меньше. В пользу учреждений ГУФСИН, сотрудники которых работали сверхурочно, разыскивая беглых преступников, судья постановил взыскать 1 миллион 300 тысяч рублей. Скостили срок и изменили режим. Сегодня стало известно о смягчении приговора в отношении Игоря Листопада, одного из участников масштабного коррупционного дела дорожной отрасли региона. По версии следствия, Листопад выступал посредником при передаче многочисленных взяток Михаилу Чуманову, некогда руководителю ТУАТ. А тот уже лоббировал интересы заплативших ему подрядчиков при распределении госконтрактов. В октябре прошлого года Листопаду назначили семь лет строгача, но защита осужденного подала апелляционную жалобу. В итоге срок уменьшили до пяти лет, определив фигуранта на общий режим. Зачли ему и нахождение под стражи, и домашний арест. Дело самого Чуманова и заместителя министра транспорта области Сергея Ставицкого еще рассматривают. По большому счету отделались легким испугом и участники другой многомиллионной аферы. В апелляции не устоял приговор в отношении бывшей чиновницы мэрии и ее компаньонов. В конце января далекого 2015-го правоохранители с помпой презентовали раскрытие резонансного преступления, именуя его делом века. Тогда сообщалось, что установлена группа чиновников и предпринимателей, которые занимались продажей муниципальной недвижимости. Якобы в Новосибирске налево ушли полторы тысячи квартир общей стоимостью 166 миллионов рублей. Шло следствие. Спустя пять лет некогда начальница городского управления по жилищным вопросам мэрии Светлана Стынина, ее зам Андрей Гученко и бизнес-леди Елена Камерзанова сели на скамью подсудимых. Правда, к тому времени и эпизодов стало в разы меньше, и ущерб гораздо ниже. В целях сокрытия своих действий объединяемые сначала оформляли права на квартиры на приисканных ими граждан, и в последующем отчуждали эти объекты уже по рыночной стоимости добросовестным покупателям. На последнее заседание, которое состоялось в конце декабря 22-го, Андрей Гученко, не надеясь на милость Фемиды, пришел с вещами. Несколько лет назад вместе с соучредителем агентства недвижимости «Новосибирский дом» его уже приговаривали к реальному сроку за точно такую же аферу с продажей муниципальных квартир. На этот раз 162 тома материалов уголовного дела судья изучала почти три года. И в итоге пришла к выводу, опасности для общества фигуранты не представляют, а их исправление возможно без реального лишения свободы. Стынина и Гученко назначили 3,5 года условно, а Камерзановой и того меньше. Со штрафом чиновникам в полмиллиона, предпринимательнице – 300 тысяч рублей. Это я предприниматель, меня, так сказать, до кучи. Защита фигурантов обжаловала решение суда и в апелляции. Приговор не устоял по некоторым эпизодам, просто истекли сроки давности. Так что Стынина и Гученко скостили три месяца и снизили штраф на 100 тысяч. А Камерзанову вовсе освободили от наказания. И последнее. Жителя Хакасия штрафовали в Новосибирске за курение на борту воздушного судна. О нарушителе правил безопасности в линейный отдел МВД в аэропорту Толмачева сообщил представитель авиакомпании. Оказалось, 37-летний пассажир рейса на Рильск-Новосибирск вопреки запретам во время полета закрылся в туалетной комнате лайнера и покурил электронную сигарету. Путешественника доставили в дежурную часть и выписали административный протокол. Вредная привычка обошлась ему в 500 рублей. На этом пока все. В студии работала Мария Никитина. Берегите себя. До встречи на канале ОТС.